итак какой инструмент я использую для обработки проем и горловины значит у меня укороченные спицы чугу две заглушки clover крючок 275 тоньше чем мои спицы за того что как бы я теперь использую две нити в обработке основное полотно вязала на четверки как бы но при условии что я вижу достаточно свободно не затягивая петлю диаметр петли вот еще раз повторяю у меня практически на половинку больше нежели чем номер спиц но вот я для себя выбрала именно этот номер вот чтобы не ошибиться с количеством петель набранным по пройме мы можно связать образец да ну как бы небольшой образец там 30 петель там рядов на 10 именно вот на тех спицах тонких и именно вот из той нити которая будет участвовать у вас в обработке да немного растянуть ее отпарить да и таким образом можно рассчитать ну приблизительное количество петель для обработки я обычно этого не делаю рассчитываю как бы на свою интуицию но это опять же таки вот опыт не не меньше вот хотя ошибаюсь и распускаю в общем то ошибки мне кажется любой может совершить в вязании я набираю петли от бокового шва вместе где было закрытие по прямого где 4 петли да я набирать буду петля в петлю вот там где у меня пойдут уже вот ряды вверх поднимаясь по пройме да я буду набирать ряд в ряд то есть каждая перемычка это будет петля в местах сшивания за петлей я буду нырять крючком так как-то удобнее спицы не всегда можно подлезть да особенно если нить расслаивается дата сложно вытащить нужное количество нитей вот вот моя первая петля и дальше я пойду петля в петлю можно опускаться чуть-чуть на ряд ниже там где визуально как бы вы видите ее петля в петлю я набираю уже спицей петля в петлю и ряд в ряд вот таким образом отодвигая кромку свой вот узелковый край я набираю набранный и я далее вяжу по кругу вижу по кругу три ряда но это в моем случае потому что как бы размер вашей обработки так называемой обтачки вы регламентируйте себе сами как вам как бы кажется более эстетично вот в моем случае мне хочется сделать более изящной вот три ряда да вот с учетом наборного если ряда то будет 4 вот и если считать от наборного ряда то пятый ряд я провяжу изнаночный петлями для поворота для складки 4 ряд изнаночный для поворота и далее снова три ряда лицевой глади наборный ряд 3 лицевых один изнаночный и опять три лицевых избавляюсь от мотков и оставляю нить не менее чем 22 с половиной метра на правую петлю одеваю заглушку работать будем с левой стороны далее нить рабочую вывожу на лицевую сторону передо мной вот изнаночная сторона нить вывожу на лицевую была крючок в месте где я начинала наборный ряд вот тут у меня хвостик захватывая нить и просто ее вытягиваю на лицо потому что в моем случае у меня используется две нити две достаточно тонкие нити и мне очень важно контролировать натяжение да вот самой нити чтобы сохранить вот эту вот плотность вот она мне достаточно такая вот рыхлая до воздушная поэтому здесь уже вот как бы я на тактильных ощущениях вот стараюсь не перетянуть и не слишком ослабить закончить привязывание вашей обработки останется только ее отпарить вот она достаточно аккуратная с местом перегиба вот можно отказаться от места перегиба и тогда быть более круглым ну вот такой вот вариант я буду делать у себя вам если понравится можете повторить также если как бы не приемлете такой вариант любая резинка любая резинка обвязка крючком все будет хорошо ну и про боковой рюш скажу сразу же не всегда теория дружит с практикой я отвязала как бы вот эту падающую часть выровняв ее до квадрата рюш получилось очень красиво я связала в две нити здесь у меня нить кино и кин джин полотно очень нежное красивое ажурное но размер этой рюши меня не устраивает ровно так же как и не устраивает этот оттенок мне не совсем нравится вот получившийся силуэт ну вот именно сейчас вот если смотреть вот по этой стороне очень длинные углы да вот и сама вот это вот ажурная часть падающая вот она какая-то получилась очень длинная вот и я решила второй участок связать укоротив ее и изменив оттенок связала я ее вот из основной пряжи длина по второму варианту вот боковой части вот длина бокового шва да она короче она заканчивается мне где-то в районе косточки и за счет того что вот здесь укладывается драпировка ну красиво на получается как бы такой небольшой разрез и он очень красиво смотрится и длина моего топ у меня прям вот удовлетворяет на все сто процентов поэтому вот моя рекомендация это только лишь рекомендация да вот мое видение вот этого силуэта этого топ этого топа да вот оно такое не вот вариант номер два нравится больше в любом случае выбор ваш да как бы здесь уже смотрите ну вот мне кажется что все-таки вот другой оттенок расхождение цветов вот в этой части то есть добавляется третий цвет и третья фактура вот в этом случае но не почему-то мешает поэтому я и решила все таки остановиться вот на таком варианте вот результат мне нравится вот он законченный он такой сформированный так что почти готов вот осталось мне доделать еще одну пройму и заняться горловиной примеряла вчера на себя довольна сидит отлично талия завышена так как я и предполагала вот так что в принципе все остальное вот так по самой модели как бы без 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 вопросов ну вот поближе еще вам покажу вот обработку проймы очень аккуратно получается с двух сторон все закрыто все очень изящно и вот этот боковой сгиб вот он такой петельный да и если вам вдруг захочется привязать к нему рукав да вот набрать петли отсюда в общем то не составит труда вправа De爸 рассчитывайте точоком но это nochmal это adapted к нему и троих видов петельно поставить Продолжение следует...